Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. Человек стал закрытым, больше не делится событиями в своей жизни, хотя раньше сам первый писал и звонил, всё рассказывал, даже о самом банальном, например, что случилось на работе, не говорит, только общие фразы, дела, проблемы, задерживаются. Узнаю больше случайно от других людей о его жизни. Недавно на моё предложение помочь с покупкой через интернет-магазин было сказано, не нужно, не хочу тебя обременять, справлюсь, не понимаю, откуда это пошло. Мне только в радость помощь в этом сомнении быть не должно, но человек ко мне не обращается, не доверяет, не понимает, что такое могло произойти в наших отношениях. Нет, ну мы сейчас на данный момент тоже не понимаем, потому что для того, чтобы понять, наверное, нужна история ваших отношений. Нужно хотя бы в общих чертах понимать, кто вы друг к другу. Нужно хотя бы в общих чертах понимать, что общего между вами. Нужно хотя бы в общих чертах понимать, что вас связывает, Вот, что вас объединяет, и нужно в общих чертах узнать, как развивались ваши отношения. Вот. Одно дело, если вы друзья. Другое дело, если вы романтические партнеры. Третье, если вы знакомые. И четвертое, если вы, ну, например, партнеры. Да, просто, просто партнеры. Вот. Я думаю, что в любом случае, так или иначе, разница есть, и она довольно ощутима. Вот. Это, пожалуй, первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Вот. Дальше. Честно говоря, по описанию вашему, я мог бы сделать такое предположение, что человек как-то сталкивается со стыдом. По крайней мере, у меня, вот, в вашем описании, да, именно такое чувство появилось. У меня появилось чувство, что человек испытывает стыд. Вот. Я так же думаю, что есть некоторые, по крайней мере, у меня опасения насчет того, что вы говорите, значит, ну, что не должно быть сомнений, то есть, говорите вы, вы о том, что мне помощь только в радость. Вот. То есть, что значит, что не должно быть сомнений. Это вы считаете, что сомнений быть не должно. А человек может считать по-другому. У него эти сомнения могут быть. Вот. Могут быть у человека и проблемы, определенные в жизни на данный момент. Это тоже такая история, которая, ну, является, что называется, таким, фактором, объективным, что называется. Вот. То есть, это просто объективный фактор, на который, на мой взгляд, повлиять нельзя. Дальше. Что я хотел бы сказать, наверное, еще. А еще я бы хотел сказать, что очень важно, на мой взгляд, то, как вы на это реагируете. Вот. То есть, очень важно увидеть, как вы реагируете на то, что человек больше вам ничего, ничего не рассказывает. Потому что очень похоже, очень сильно похоже, что вы воспринимаете это на свой счет. очень похоже на то, что вы воспринимаете это на свой счет. Очень похоже на то, что вы видите в этом, вот, какую-то угрозу себе. вот, есть такое ощущение, что вы видите в этом, как, ну, вы знаете, вот, какую-то негативную, такую направленность, ну, в отношении себя. вот, если это так, то, то тоже очень важно провести определенную работу, вот, чтобы такого не было, чтобы не воспринимали вы на свой счет то, что, скажем так, происходит с человеком. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, что за то, что происходит с человеком, да, вы не отвечаете никак. Вот. И соответственно, если вы воспринимаете это на свой счет, то, получается, только, только то, что вы себе, как бы, вредите. Вот. Ну, в этом, в этом, в этом контексте. Вот. вы себе вредите, и вы себе только лишь усложняете, я бы сказал, жизнь. Вот. 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 Чего делать, конечно, на мой взгляд, не следует, да, и вы усложняете только отношения с человеком. таким образом. Вот. Вот. Ну, на мой взгляд, опять же, повторюсь, да, то есть, вот. Тут вы не делаете услугу, ну, не оказываете услугу услугу. Не ему, да, не себе. Вот. Дальше. На мой взгляд, было бы очень здорово, если бы вы посмотрели, когда это началось. Когда он закрылся. Вот. Вполне возможно, вполне возможно, что, опять же, здесь что-то вот такое происходило. либо с ним, либо между вами, вот. Может быть, как-то вы отреагировали на какие-то его слова и так далее. То есть, есть ощущение, что человек сейчас переживает, ну, скажем, скажем так, не лучшие времена. Есть такое ощущение. Есть ощущение, что человеку сейчас нелегко. Вот. И вот это очень сильно на него влияет, на мой взгляд. Вот. Дальше. То, что вы чувствуете в этой, ну, в этой ситуации, для себя, конечно, непростой и неприятный. Вот. То, что вы чувствуете, вам необходимо это как-то выразить. Ну, своему партнеру. Вот. То есть, вам необходимо донести до него, что вы переживаете. Вот. Но не просто переживаете. А вам необходимо донести до него, что вы и сами испытываете, ну, определенные чувства. Вот. Тут нужно, конечно, смотреть, что это за чувства. Вот. И смотреть на то, как вы могли, как вы могли бы, могли бы человеку их выразить. Вот. То есть, ну, конкретно вы, вот, как могли бы, да, донести свои чувства до него. Вот. До человека. Вот. А так, чтобы его не затеять. Вот. Так, чтобы... Ему было, ну, не неприятно. Вот. К одной стране. И чтобы вы могли проявить себя с ним в другой страны. Вот. Это тоже очень такая вот важная штука в отношениях. Мне, например, опять же, исходя из вашего сообщения, показалось, что вы себя больше склонны в этой ситуации зажимать. То есть, вы больше склонны подавлять, эм, как-то вот, ну, как-то вот свою реакцию, да, подавлять как-то вот то, что вы чувствуете и так далее. То есть, вот такая история. Мне, по крайней мере, опять же, повторюсь, показалось. Вот. Если я ошибаюсь, то заранее прошу меня за это извинить. Вот. Вот. В целом, я бы рекомендовал выявить то, что для вас в конечном итоге, вот в конечном итоге, являются проблемы. То есть, это, например, страх потери человека. Например, это одно. Это чувство вины, что вы могли сделать что-то не то. Это другое. Это какая-то вот неуверенность, фрустрация по поводу того, что, например, вы, допустим, не получите или не получаете того, что вам хочется. Это следующее. То есть, в чем, что для вас здесь являются проблемами. Вот. Если вы ощущаете неопределенность, если вы ощущаете то, что вам, допустим, то, что вы не знаете, допустим, чего ожидать теперь. Это про потерю контроля. Вот. И это про непереносимость неопределенности. Я бы так. Это охарактеризовал. И само собой, само собой, проблема эта, конечно же, является чисто вашей. Вот. А пока вот и все. Да. Вы спрашиваете о том, что могло произойти, что могло случиться, что вот такие изменения у вас в отношениях наметились. Наметилось. И скажу прямо, ответа на этот вопрос у меня нет. Потому что, я повторюсь, мы не гадаем. Вот. Психологи, по крайней мере, гаданием не занимаются. Есть проблема. Да. Проблему нужно решать. Да. Решать ее можно только в непосредственной работе со специалистом. Вот. Чтобы можно было бы вам задать все необходимые вопросы. Вот. Чтобы можно было уточнить все необходимые, так скажем, нюансы. Вот. Чтобы можно было бы, чтобы можно было бы все прояснить. Вот. Сейчас такой возможности, как вы понимаете сами, нет. Нет сейчас такой возможности. Вот. Понимаете, да? Да. И на мой взгляд, на мой взгляд, хотите ли вы двигаться, да? Хотите ли вы двигаться дальше? Вот. Хотите ли вы действительно заниматься этим? Хотите ли вы работать с этим? Большой вопрос. Пока. Пока. Вот. Так что. Решайте. Сами. Вот. Выбирайте. Исследуйте. Думайте. Вот. И я думаю, что вы придете к какому-то решению относительно того, что вам делать в дальнейшем. Вот. Я думаю так. Я думаю, вот. Какой-то такой ответ на сегодня, ну, на сегодняшний день вам можно предоставить. Вот. Заранее прошу меня извинить, если этот ответ немножечко, немножечко, немножечко не соответствует, немножко. Не соответствует тому, чего, ну, чего вы ожидали. Вот. Заранее прошу меня извинить за это. В этом все, я буду вам благодарен за обратную связь. А по моему ответу это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.